Здравствуйте, уважаемые друзья и коллеги! На связи Сергей Панферов. И в этом коротком видео уроке я вам расскажу, как сделать resize, ну другими словами. Подогнать некоторые разные форматы, то есть видео могут быть абсолютно записанные с разных камер, гаджетов, телефонов, фотоаппаратов и так далее. Где-то размер у вас будет, допустим, Full HD 1920 на 1080, а в некоторых видео у вас будет, к примеру, 640 на 360 или 720 на 576. Форматов и размеров бывает большое множество. И вот, к примеру, я подготовил для вас, нашел у себя на компьютере вот такое вот видео. Давайте мы посмотрим через правую кнопку мыши в исходнике, кликнем и кликнем на Properties, то есть на свойства. Мы увидим, что одно видео, которое я уже положил на таймлайн, у нас 1440 на 1080 с прямоугольным пикселем. А, к примеру, еще одно видео, которое я хочу в одном и том же проекте смонтировать, либо придать ему вообще другие параметры, допустим, HD формат. У меня здесь Properties, еще раз посмотрим. У меня здесь 720 на 576 и уже более квадратный пиксел идет. Так вот, как мне сделать из обычного SD видео приблизительно HD видео? Вот многие, допустим, переносят свое видео и начинают монтировать следующим образом. Давайте я отключу, наверное, вот это видео. Вы видите одно видео такого размера, второе вот такого. И нам необходимо вот это видео сделать тоже вот в такие же размеры. Давайте я сейчас отключу нижнее видео для того, чтобы мы увидели более четко. И вот некоторые могут делать следующим образом. В разных видеоредакторах делается по-разному, конечно, но смысл остается примерно одинаковым. Давайте кликнем на дорожку, на клип данного видео, откроем Effect Controls и откроем Motion. И вот многие начинают растягивать, то есть берут Scale и начинают тянуть вот таким вот образом. Причем там кое-что остается за границей видимости, кое-что увеличивается. И смысл какой? Что данное видео у нас уже качество намного хуже будет, чем в исходном состоянии, потому что каждый пиксель вы увеличиваете. То есть у вас как бы не очень плавно, не очень гладко все это внутри видео между пикселами. Вот. Какой может быть вариант, да? Вот давайте я сейчас видео поставлю Scale на 100% масштаб. Вот. И есть такая штука, которая называется Instant HD. Ну, 1.2 версии уже. Это сайт redgen.com products all instant HD. То есть можно приобрести данный плагин. Я сейчас позже покажу, как он работает и почему именно с ним это лучше сделать. Можете приобрести. Цена сравнительно недорогая. Вот. Те, кто хочет, может найти его на просторах интернета, но я все-таки предпочитаю именно первый вариант. Вот. И данный плагин устанавливается очень легко. Устанавливается он к программам Adobe Premiere Pro, Adobe Auto Effects, Final Cut. Возможно, что еще каким-то другим профессиональным видеомонтажным программам. Вот. Но я, в принципе, работаю с Premiere Pro и с Auto Effects. Мне этого вполне хватает. Итак, давайте я сейчас открою Premiere. Вот. И что я сделаю? То есть, опять же, выделяю клип на нашей дорожке. Здесь иду в папочку Effects. То есть после установки данного плагина на свой компьютер. У нас в папочке Video Effects, давайте откроем. Здесь появится вот такая вот папочка под названием Magic Bullet Instant HD. Либо Red Giant Color Suite. То есть, либо вот в этой папочке у вас будет Instant DVD. Либо вот в этой папочке. Иногда по-разному бывает. Вот отдельно. Я отдельно его вставил потом к основной суите. Поэтому он у меня отдельно и встал. Вот. Возможно, что вы все вместе поставите. Там очень много плагинов. Такие как Magic Bullet Looks, Colorista, Mojo. Вот. Ну и много других, которые вам пригодятся. И, значит, данный плагин Instant HD я накладываю... Данный эффект уже, да? Данный фильтр. Я накладываю на свой клип. Естественно, у нас идут какие-то... Вот мы увидели какое-то видоизменение нашего видео произошло. Давайте я закрою Motion во вкладочке Effect Controls. И вот здесь вот мы видим... Ну, можете, если он закрыт, то откройте Instant HD. Наложенный фильтр нашего плагина. По умолчанию мне почему-то подставилась вот такая вот конструкция с размерами. Да? Но я всегда могу ее открыть. И здесь очень много-много-много всяких размеров. То есть, пожалуйста, выбирайте под что вам нужно. То есть, ваш Output Size, да? К примеру, если у меня проект, моя секвенция, да? Последовательность клипов была сделана вот по нижнему клипу. То есть, 1440 на 1080. White Screen, да? Соответственно, я и выбираю... Так, минуточку еще раз. Кликну. Соответственно, я выбираю такую же конструкцию. Ну, у меня еще Pal был. То есть, либо здесь, либо Fill. Ну, любую из них выбираю. Вот. Соответственно, вы выбираете свою. Возможно, что у вас будет квадратный пиксель. Там 1920 на 1080, да? То есть, либо так, либо так выбираете. Я выбираю свое. Вот это. Все. Я вижу, что данное видео у нас встало именно в размер нашего кадра. Вот. И мы можем монтировать уже и видео, которое было до этого наложено, и видео, которое мы подмешиваем, которое было SD, но оно уже по качеству ближе к HD будет на самом деле. Почему? Потому что здесь не просто растягивается само видео, а соседние пикселы, они дополняются, добавляются, да? То есть, отрисовываются по имеющимся пикселам и добавляются новые. То есть, видео, оно уже по качеству во много раз будет лучше, чем если вы его вручную растянете по сторонам. Имейте это в виду. Вот. Проигрываться оно может вот таким вот образом, да? Но в любом случае на выходе вы получите полную картинку. Вот такую вот. И еще несколько слов. Это фильтр Type. Я вам советую фильтр поставить на Best, то есть, самый лучший режим. Самый лучший. Далее. Sharpness. Это жесткость. То есть, если вы в плюс потащите, у вас картинка более жесткая, более четкая будет. Однако, чтобы сильной такой жесткости не было, много тоже не ставьте. То есть, поставьте вот, ну не знаю, посмотрите по своему видео. Мне, допустим, хватает иногда 3-4-5 единиц для жесткости. Quality. Ну, обычно, как говорят, качества много не бывает, поэтому вот до 25 можно смело ставить. Но, опять же, смотрите, что, ну не знаю, на мой взгляд, вот где-то в районе 10 этого вполне хватит. И Anti-Aliasing, это если у вас будет вот какая-то гребеночка такая, то есть, слишком что-то такое в кадре жестко, может быть, у вас не будет совпадать, допустим, прогрессив и интерлейс будет. Хотя я советую, чтобы у вас были все клипы в прогрессиве, проблем с этим никогда не будет. И вот здесь вот вы можете сделать сглаживание гребеночки. Такой вот, то есть, чем больше вы в плюс ставите, тут 10 максимум можно, тем меньше будет заметно гребенка. Но, опять же, если у вас она малозаметна или вообще незаметна, то, ну как бы, не надо делать максимум. Лучше вот чуть, ну поставьте 2 или 3. Вот где-то вот такие вот цифры. Почему? Потому что данное сглаживание влечет потерю четкости и резкости вашего видео. Вот, ну вот, в принципе, все оптимальные параметры я вам показал, немножко о плагине рассказал. И теперь, как вариант, давайте еще посмотрим вот здесь. Так, не здесь, вот здесь, да? Был у нас Adobe Premiere Pro, сейчас у нас Adobe Auto Effects. Как работает плагин именно здесь? Здесь, например, вы сейчас создали композицию. Давайте я вам покажу, что композиции у нас, Composition Settings. Значит, ну, примерно те же самые размеры, которые я показывал и в Premiere. Да? Вот, вы можете любые другие размеры поставить, которые вам нужны. И, соответственно, когда вы захотите, ну, скажем, давайте я также данный ролик положу в виде слоя на timeline. Вот, и мы увидим здесь вот такой вот, ну, опять же, несостыковочка, да, с нашими размерами. Вот, мы видим все прекрасно. И, значит, плагин у нас накладывается в виде фильтра уже. Ну, давайте выделим, во-первых, наш слой, на котором мы его будем накладывать. Идем в эффект. И здесь у нас, в принципе, то же самое. То есть, либо в папочке Red Geon Color Suite этот плагин будет, если вы все вместе устанавливали, весь пакет. Либо, если отдельные устанавливали, тут отдельная папочка будет Magic Bullet Instant HD. Вот мы на Instant HD нажимаем. У нас открывается эффект Controls для данного слоя. И вот здесь вот, внимание, если вы даже знаете, что ваша композиция у вас 1440 на 1080, можете, конечно, выбрать из Output Size именно эти размеры. Ну, давайте я выберу. Вот, однако, вы можете получить, ну, скажем, не совсем корректную величину. Почему? Потому что у нас здесь ролик был 4 к 3, а здесь 16 на 9, да. И здесь у нас стоит, ну, более правильные такие формы, да. То есть, чтобы симметрия не изменялась. Поэтому можете выбирать, то есть, покликать на то, что вам нужно. То есть, выбрать свой размер, либо уменьшить видео, либо увеличить, если вам в композиции что-то надо сделать подобное, да. Вот. Но, если я хочу поставить данное видео полностью, как бы, в окно композиции по его размерам, я воспользуюсь именно вкладочкой Custom. То есть, это в самом низу вам здесь не видно. Вот в самом низу есть Custom. То есть, это пользовательские настройки. Включается дополнительно Custom Size. И вот здесь вот мы можем, либо вот с помощью вот этих движков, то есть, больше-меньше сделать, да. Но учтите, что когда у вас стоит галочка Look Aspect Ratio, у вас значения будут по ширине и высоте одинаковые. Соответственно, вы увидите вот такую вот картинку. Так, вот такую, да. Поэтому данную галочку можно отключить и уже отдельно по ширине и высоте сделать то, что вам необходимо, то, что вам нужно. Ну и, соответственно, значит, прямые размеры вот здесь, да. Давайте я 1440 и у нас 1080, да. Вот так вот. То есть, мы все равно видим, что таким вот образом у нас все равно 4 к 3 есть. Здесь нам необходимо немножко увеличить размер по ширине. Можно так сделать. Вот если вам это нужно будет. Ну, примерно вот так. Вот. И приблизительно у нас видео будет, ну, как бы в тех размерах, в которых нам нужно было. Значит, фильтр Type. Здесь мы выбираем, ну, лучше всего Best выбрать. Вот. И Sharpness Quality Anti-Aliasing. Я уже рассказывал, для чего это надо. Это, в принципе, аналогично, как и в Premiere. Ну, что ж, пользуйтесь, пожалуйста, данным плагином для ресайза, да, для переориентировки ваших размеров в вашем видео, вот, для того, чтобы у них сохранилось хорошее качество. Удачи вам и до связи.